Друзья, всем привет! Находитесь на канале Автоподбор25. Напоминаю, занимаемся мы помощью при покупке автомобиля. То есть, если вы находитесь в другом регионе, хотите дистанционно приобрести автомобиль, смело обращайтесь. Полностью проверим вам автомобиль, сопроводим сделку, поставим автомобиль на автовоз. Вот, в принципе, все сделаем за вас. Итак, сегодняшнее видео о современной рабочей лошадке. Что можно купить? К ним относятся, наверное, две категории автомобиля. Два автомобиля. Это Мазда Бонго Ванет и Ниссан НВ-200. Сегодня с вами рассмотрим Бонги, Ванеты, но Ниссан НВ-200 сделаем, наверное, отдельное видео. Итак, есть Мазда Бонго, есть Ниссан Ванет. Двигателя 1.8. Машины полностью, все абсолютно одинаковые. Двигателя 1.8. Коробка передач устанавливается либо 4-ступенчатая механика, либо 5-ступенчатый автомат. Есть автомобили с высокой крышей, есть автомобили с низкой крышей. Есть автомобили, где одна, хотел сказать, электродверь, одна боковая раздвижная дверь, есть автомобили, где две раздвижные двери. Если одна раздвижная дверь, то она идет слева Вот, сейчас давайте рассмотрим Мазда Бонго А потом перейдем В Ниссан Ванету Также есть автомобили, где задние стекла Имеются у нас форточки Вот здесь Но, к сожалению, на этой стоянке такого автомобиля Такого автомобиля нет Но штука, я вам скажу, полезная То есть не каждому будет приятно Сзади ездить И не открыть форточки По салону Чего-то тут такого сверхъестественного Навороченного, ребят, тут такого нет Два стеклоподъемника Пассажира, водителя Дермантиновое сиденье Да, оно любит вот здесь протираться Но, если честно, это не беда Здесь у нас идет пластик Но пластик, я вам скажу, идет Более такой, более-менее мягкий Кстати, вот автомобили комплектуются Вот такими вот перегородками Чтобы разделить Первый ряд от второго ряда Но, опять же Такие автомобили, по большей части Они берутся, наверное, куда-то для бизнеса В деревню Ну, я имею в виду, не для бизнеса в деревне Просто куда-то в деревне Для хозяйства То есть, это такие полноценные Полноценные хозяйки Поэтому на втором ряду Вряд ли там когда-то кто-то ездить будет Если честно, там неудобно Да, есть комплектации, которые идут Грузопассажирские Но, во-первых, их очень мало Во-вторых, ценник там, конечно, будет Ой-ой-ой на них Данный автомобиль Пробег на одометре указан 107 тысяч Кстати, автомобили заднеприводные 4 ВД То есть, 4 ВД Здесь включается С рычага Вот он Данный автомобиль идет На механической коробке передач 5 ступеней Руль здесь Ну, знаете, на любителя Под таким, под углом он расположен Ну, я такие автомобили всегда называю Знаете, как Едешь, как за рулем троллейбуса Климат-контроль Можно назвать это, знаете Полу-климат-контроль То есть, здесь есть кнопки Ну, естественно, у нас здесь все идет на включалках Стандартная стоит Магнитола Есть место под 2-1-овскую магнитолу С правой стороны Крючок открывания бензобака Регулировка Корректор фар Дуйки Колонны в дверных картах Вот здесь нет Вот здесь, не знаю Есть комплектация, где пустота А есть, где есть колонки Вот плюс Дополнительные колонки идут на торпедо По месту Вы знаете, вот Я вам скажу честно Крупному человеку Ну, вот как бы В теле, в поясе, в плечах Будет нормально Но, вот что касается Вот здесь Будет, наверное, все-таки Все-таки тесновато Говорю по чесноку Как оно есть Дальше, значит Ручки Потолок идет обшитый Солнцезащитный козырек Все очень простое Оно не хлипкое Ну, реально, ребят Все простой автомобиль Такой бюджетный С левой стороны С левой стороны Как видите У нас подлокотник Бардачок Такой Хорошего объема Здесь Выемка идет под бумаги Два Идет под стаканником С нижней части Тоже у нас идет выемка Что-то туда можно Класть Как видели Капота автомобиля Нет Двигатель находится Прямо под нами По передней части Идет два места К двигателю Сейчас с вами Еще Вернемся Значит Очень удобно В плане То, что Нет капота Где-то подъехать Где-то паркануться Плюс Вот это круглое Дополнительное зеркало Оно заменяет Камеру переднего вида Очень Говорю Очень-очень удобно Можно подъехать Прям Плотничком Так Давайте Для приличия Заведем автомобиль Автомобиль на коробке То есть Новый автомобиль Чтобы их завести Нужно обязательно Будет выжать Сцепление Если мы сцепление Не выжим Соответственно Автомобиль не заведется То есть Выжимаем сцепление И автомобиль заводим Пятиступенчатая коробка передач Ручник Кстати Где положено Вот в этом Месте Это очень Очень удобно Перед нами Значит Центральная панель Тахометра Здесь нет Здесь есть Спидометр Я называю Это механическая стрелка Бензобака И механическая стрелка Температуры Также у нас указатели Идут по раздатке Все Больше никаких индикаторов В принципе Здесь нет Кстати Когда идет Механическая стрелка Очень удобно Не то что Вот эти вот Лампочки придумали Да Да Лампочки Это по современному Но как-то по старинке Если честно Намного Намного удобнее Небольшие вот эти Сточки Которые В принципе Не мешают Обзору Дальше Здесь все по стандарту Четыре дуйки На центральной На центральной панели Кондиционер имеется Магнитофон Я уже сказал То что То что можно поменять Поворотники Фары Здесь стоят Абсолютно обычные Никакого там Ксенона нет Ближний Дальний Ну и Также Дворники Единственное Есть регулировка Скорости Дворников Тут еще Нет Тут кнопочка Нет Помните Раньше Машины были Вот здесь была кнопочка На кнопочку нажимаешь И у тебя У тебя выливалась жидкость Сейчас вот таким образом Все это делается Так Ладно Машину глушим Не вижу смысла Чтоб она была заведенная Сейчас выйдем С перчаткой одену Пойдемте посмотрим Наверное со стороны пассажира Не будем Заходить Потому что Клодничком припаркован На Ванете Откроем двигатель Более говорю Они там Идут одинаково Пойдем посмотрим Багажное отделение Кстати бензобак Находится справа Резина здесь Устанавливается Грузовая Эльтешная Размер колес Здесь кстати 14 диск И 185 Практически новая Летняя резина Вот эти машины Нужно внимательно Смотреть На предмет Ржавчины Поверьте Прям Внимание Нужно этому уделять Данный автомобиль Я не могу сказать То что он ржавый В любом случае Покупая Японский Беспробежный автомобиль В Японии Он беганный И вы приобретаете Все таки ребят Не новый автомобиль Поэтому как ни крути Какие то маленькие Коточки Маленькие там Рыжики Это все допустимо Ну нет в принципе С левой стороны Здесь можно зайти Ну дверь до конца Не открывается Ладно Итак Дверь Распрашная Распрашная Вот хотел взять С собой рулетку Потому что многие Просили снять Но Забыл Забыл Сиденье Это у нас складывается Оно не на полозьях Оно не ездит На Ванете Я вам покажу Как это можно Сделать Снизу Там у нас прячется Донкрат Ремкомплект Вот таким вот образом Шумоизоляция В автомобиле Можно сказать Никакой нет То есть идет Сразу Сразу Железо Вот поручень Вот здесь Вот такой вот Машина чисто Садится Не будем Знаете Многие автомобили приходят У них кузова Внутри крашеные Потому что Я еще раз повторяю Возят В основном Для хозяйства Берут такие автомобили В той же самой Японии И Ну Эксплуатируют Автомобиль Поэтому Многие продавцы Внутри Все это Подкрашивают Также Что немаловажно На данный автомобиль Можно установить Огромный багажник Снова Покажу Смотрите Какой он огромный То есть Сколько можно Груза перевести Дополнительные Крепится Он в четырех местах С каждой стороны Итого у нас Восемь точек Восемь точек Крепления Еще момент Про вот это вот зеркало Поверьте Нафиг Никакая там Камера заднего вида Нужна при парковке Прям очень удобно Парковаться По этому зеркалу Я почему знаю Потому что Был когда-то Похожий автомобиль Сзади Как видите Стоит мост Он рессорный Запаска Крепится снизу Дворник Метла Омыватель Есть Но багажник Клевый Кстати багажники Именно японские Они очень дорогие Собственно Само багажное отделение Дверь открывается Наверх На 90 градусов Практически На 90 градусов По задней части Пол идет Ковровое Покрытие Тоже когда машину Смотрите Проверяйте Вот эти вот места Чтобы не было гнили Чтобы не было ржавчины Некоторые Перестилают полы Некоторые нет Вот данный автомобиль Видите Внутри он Не крашеный Просто были Какие-то косточки Их немного Потом поняли Подсветка Есть Но подсветка Если честно Она не для пассажиров А просто Для освещения Багажного Багажного Отсека Вот такой вот Автомобиль Стоимость Я по-моему Не озвучил Сейчас озвучу Стоимость И год Автомобиля Мазда Бонго 2015 год 12 месяц Без пробега Механика Цена 855 Тысяч рублей Еще одна Бонго Стоит 15 год 4 ВД Тоже 825 Тысяч Рублей Пойдем Посмотрим Ванет 15 год 1.8 Тоже на коробке 820 тысяч Рублей 4 балла 93 Тысячи Пробег Так И нам По-моему Открыли Вот это 22нет То есть С виду Они Одинаковые Данный Автомобиль Стоит 835 тысяч Рублей ТВ DVD Наверное Вставили 2-11 Магнитол Магнитол Сейчас На этом Поглядим Как она Там Уместилась Видите С правой Стороны 1 Раз Открыли По салончику Все Ребят То же Самое Вот Видите О чем Я говорю Здесь Автомобиль Никто Не готовил Наверное Только Плюс Ремешки Безопасности Это Прям Это Прям Бонус Если Честно Здесь В Японии Были Установлены Дополнительные Крюки Вот Чтобы Груз Как-то Чтобы Крепить Как-то Груз Значит Что касается Места Не вижу Смысла Про него Разговарив Потому что Здесь Его Очень Много Здесь Смело Влезет 4 Человека Но Опять же Это Запрещено По Правилам По Правилам Дорожного Движения Так Вот Открыли Двери С двух Сторон Итак Сидение Как я Говорил Оно У нас Трансформируется Вот так И просто Поднимается Ну Естественно Оно Фиксируется И сразу Посмотрите Сколько Места Стало В салоне В салоне В багажнике Камера Чуть не упало Очень много Места В принципе Раскладывается Тоже Все Очень Просто Вот таким Вот образом Крыша Потолок Я уже говорил Здесь высокие Окошечка Вот такое Можно там Тоже Открыть Будет Как бы Переговорник Да Такой С водителем С водителем И пассажиром 835 тысяч рублей Было время Да Когда Можно было Подешевле Купить Такие Автомобили Намного Подешевле Так Смотрите Салон Один в один Магнитолу Старую Выдернули Либо в Японии Выдернули Поставили Двадиновскую Магнитолу Этот автомобиль На автоматике Видите Здесь Идет кулиса Пробег На одометре Указан 116 тысяч Водительское Сидение Регулируется Спинка Ну как Регулируется То есть Она Откидывается И сама Сидушка Ездит Вперед Аккумулятор Расположен За водителем С правой стороны Ну конечно С правой Водитель Лежала С правой стороны Вот таким образом Ну немножко Наверное Неудобно Расположен В плане Допустим Если он у вас Зимой Сядет Доставать Вот честно Неудобно Будет Сейчас Закроем Все Делаем Так Вот таким Вот образом Садиться Наверное Сюда Уже Не будем Пойдем Наверное Посмотрим Двигатель Двигатель Ходят Автомобили Эти Ну приходили Видели мы С пробегом И 500 И 600 Тысяч Тоже Она Откидывается Подголовник Регулируется По высоте Так Тут уже Все За нас Сделано Так Где-то Здесь Должен быть Фиксатор Вот Ну Сейчас Наверное Сидушку Подниму И включу Камеру Ну Собственно Вот он Двигатель Наш Цепной Да В плане Ремонта Не особо Не особо Удобно Чтобы Полноценно Туда Долез Добраться Мне кажется Нужно Будет Снимать Снимать Сидение Ну Что поделать Кстати Автомобильчик То не ржавый Именно По двигателю Да и По нижней части Я смотрел Вот он Фиксатор Все Очень просто Делается Так Не знаю Будет Не будет Видно Наверное Не получится Может Получится То есть Сняли Выкатили И В принципе Все Снизу Расположены Фиксаторы Сидения Крепить Немаловажный Многие Спрашивали Да Вот Как Посадка Автомобиль Здесь Есть Подножка Очень Удобно Вот Что еще Показать Ремень безопасности Сказал Что есть Давайте Посмотрим Сколько Места Со стороны Пассажира Что Говорит Со стороны Пассажира Да Уже Как бы Коленки Никуда Не Упираются Можно Даже Я вам Скажу Вот Так Подразвалиться Немного И Я думаю Да Будет Комфорт Ну Знаете Чего Не Хватает Не Хватает Вот Как То На Пассажирской Автомобиле Вот здесь Немножко Пошире Вот И Можно Узнать Вот Так Руку Положить А здесь Чтобы Положить Руку На Так Называемый Выдумый Подлокотник Нужно Будет Держаться Вот А да Как бы Рука Не съедет Но Все Рано Все Рано Это Не То Вот Ну Что Здесь Показать Бардачок Бардачок Здесь Маленький Такой Смешной Вот Кстати Бардачок Неудобно Открывается То есть Открывая Бардачок Сразу Мне В коленки Упирается Литература Японская По эксплуатации Автомобиля Ниссан Ванет Японцы Все таки Молодцы У них Смотрите Тут Все По полочкам Разложено Что Где Как Куда Рисуночки Я думаю Даже Можно Будет Без Переводчик Разобраться Что Написано В данной Литературе Что Здесь Еще Вот Такой Небольшой Держатель Есть Ну Больше Интересного Интересного Здесь Ничего Нет Ценовая Категория Таких Автомобилей Ну За Более Менее Нормальный Автомобиль Это Идет От 800 Тысяч Рублей Пробегов Я не знаю Многие Знаете Последнее Время Да Не то Что Вот Этих Автомобилей Касается В принципе Всех Автомобилей Мне Там Нужен Пробег 20 30 40 Тысяч Километров Ребят Если Таких Автомобилей На рынке Нет Нет Безусловно Они Есть Вот Но Тут Надо Чем-то Жертвовать Либо Он Будет Подбит Либо Будет Топлен Но Идеала Идеала Не Будет Вот За Фита С Небольшим Пробегом Там 20 30 Тысяч Готов Выложить Наверное Миллион Сто А то И Больше Поэтому Такие Автомобили Просто Просто Не Везутся Вот Вообще Для Японских Автомобилей Пробег Опять Жесмотря Конечно Для Каких 100 120 150 Тысяч Вообще Нечего Вот Эти Автомобили Они Приходят С Пробегами Там В Они Ездят Ездят Еще Очень Очень Долго Будут Ездить Итак Это Nissan One 15 Год 4 ВД Отключаем 835 Тысяч Рублей Ну Вот Стоит Грядка Небольшая Давайте Просто Посмотрим По Ценнику 14 Год 850 855 Тысяч 14 Год Автомат 825 Тысяч Цена На данный Автомобиль Не указана Чтобы было Понимание Высокая Крыша И низкая Крыша Смотрите Вот Эта Крыша Высокая Обратите Внимание Вот Эта Крыша Идет Низкая 15 Год 825 Тысяч 14 Год Тоже 825 Тысяч Друзья На сегодня Будем заканчивать Следующее Видео Не следующее А следующее Видео Про Популярные Бюджетные Автомобили Рабочие Лошадки Сделаем Про Nissan One На сегодня Все Всем пока Редактор субтитров